1 октября вся Грузия с замиранием сердца наблюдала за бандианой Михаила Саакашвили. Пожелавший стране доброго утра президент, умеющий делать качественное шоу, не оплошал и в этот раз. Саакашвили обещал приехать и сдержал свое слово. Правда, сначала верили ему не все. Вы смотрите Сова Блог. Меня зовут Хатуна. Сова независимый голос о Грузии на русском языке. Мы вещаем из Тбилиси. Ночные кадры со счастливым лицом экс-президента, заявляющего, что съемка проходит в Батуми, разорвали грузинский сегмент соцсети. К вечеру фейсбук-страница Саакашвили попала в топ. Все, кому не лень и у кого был доступ к интернету, заходили на нее постоянно, чтобы посмотреть, что же еще скажет основатель единого национального движения. В трех роликах Михаил Саакашвили сказал примерно следующее. Он без проблем вернулся на родину. Он призывает всех пойти на выборы и проголосовать, если не за его партию, то хотя бы за сравнительно честные маленькие. 3 октября со всей Грузии выдвигаться колоннами в Тбилиси, чтобы отстоять результаты выборов в органы местного самоуправления у парламента. Экс-президент признавал, его самого, вероятно, арестуют. Но независимо от этого, население должно спасти будущее Грузии. Если посмотреть веб-страницы грузинских СМИ за 1 октября, то 90% публикаций сопровождаются его фотографией. Возвращение Миши, которое он периодически анонсировал в 8 лет, стало не то что новостью дня, а новостью десятилетия. Согласитесь, неплохо для человека, управлявшего страной три срока грузинской мечты назад. К слову о мечте. Партия власти пыталась всячески подавить вспыхнувшее в обществе страсти Пасахашвили и настойчиво повторяла. Он не покидал Украину, отдыхает в руссковце и продолжает заниматься клоунадой в своем стиле. Мол, как вообще слова этого человека можно воспринимать серьезно? В ход пошли все эпитеты. Его называли и клоуном, и криминалом, и обезьяной. Примерно в 20.00 того же дня власти показания поменяли. Вещавший на экстренном брифинге премьер сообщил Грузии о задержании третьего президента и о том, что спецоперация прошла на самом высоком уровне. Ираклий Гарибашвили был красноречиво немногословен, но в свою довольно скромных размеров речь он сумел уместить слова благодарности основателю мечты. Кроме того, из речи главы правительства следовало, что Михаила Саакашвили задержали в именины Иванишвили. Зачем последовало поздравление миллиардера Сбидзенауба. К слову, об этом празднике большая часть грузинского общества и не подозревала. Позже стало известно о том, что Саакашвили арестовали в Тбилиси. Он был один. На съемной квартире смотрел телевизор, когда в двери постучались правоохранители. Сопротивления не оказывал и с улыбкой на лице позволил сопроводить себя до изолятора в Руставе. По сей день главной загадкой остается то, как персона Нонграта мечты въехал в Грузию. Как утверждает сам Саакашвили и подтверждают его соратники, К моменту публикации видео он находился в Грузии уже 4 дня. Заехал якобы по всем правилам, пройдя все официальные процедуры. Этим самым оппоненты власти намекают на разрушение всех государственных институтов, в том числе и службы госбезопасности. Партии власти, в свою очередь, заявляют, Несмотря на то, что экс-президент приехал с Зайцем, спецслужбам было известно о каждом его шаге. У пользователей социальных сетей же на этот счет собственное мнение. На вечер Саакашвили припас сладкое. Уже после задержания на странице третьего президента появилось видео, сообщающее о начале новой главы в личной жизни политика. Его избранницей стала народный депутат Украины, 31-летняя Елизавета Ясько. Международная реакция долго ждать себя не заставила. Госдепартамент США заявил, что внимательно следит за происходящим. Разумеется, отреагировал Киев. После задержания главы исполкома Совета реформ при президенте Украины, а именно на этой должности сегодня работает Саакашвили, сначала высказался глава МИД Дмитрий Кулеба, а затем президент Владимир Зеленский. Саакашвили – наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду. Я, как президент Украины, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины различными возможностями, которые у меня есть, которые мне предоставили власти. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. И все институты, включая Министерство иностранных дел и наше посольство, работающее в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься. Кстати, здесь может крыться лазейка. Гражданство Грузии Саакашвили давно лишили. Украина может потребовать экстрадиции своего резидента. Судя по всему, мы только в начале эпопе Саакашвили третий президент объявил голодовку и называет себя политзаключенным. Известные лица, в числе которых далеко не все политики, требуют его немедленного освобождения. Его возвращение перекрыло состоявшиеся 2 октября муниципальные выборы и, несомненно, повлияло на них. Во всех пяти самоуправляемых городах Грузии, Тбилиси, Рустави, Поти, Батуми и Кутаиси пройдет второй тур. Мечте особенно обидно за Тбилиси, признался ее председатель Ракли Кубахидзе, как и Каладзе, которого соратники после закрытия избирательных участков поздравляли с победой, вновь остается лишь кандидатом. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Очевидно, что приключения Саакашвили в Грузии только начинаются. О нем говорят все известные медиа. BBC, New York Times, Euronews, Al Jazeera. Делать прогнозы пока слишком рано, но в Грузии вряд ли обойдется без акций протеста. А что думаете вы? Не забудьте оставить комментарий и поддержать Саву лайком. Меня зовут Хатуна. До следующих выпусков.